Добрый день! В данном видеоуроке мы расскажем вам, как измерить крутящий момент с помощью нашего оборудования, а также расскажем про процедуру наклейки тензорезисторов, их расположение на валу, расчет и сам замер крутящего момента. Для измерения крутящего момента нам необходимы такие датчики, как преобразователь интерфейса Z7176, который предназначен для подключения цифровых датчиков CAN к ПК по сети Ethernet. Также необходим цифровой тензодатчик 7111, который измеряет относительную деформацию первичных преобразователей, автономный регистратор Z7173, у которого ограничение суммарной частоты датчиков до 10 килогерц. Если же наша частота ниже 10 килогерц, то можно использовать телеметрическую систему Z7172 и видеть все измерения онлайн на компьютере. Его ограничение частоты составляет 600 герц. На данном стенде наклеена полномостовая схема со сдвоенными тензорезисторами. Процедуру наклейки тензорезисторов можно найти на нашем сайте. Для этого переходим во вкладку «Сероса обучения», выбираем «Видео уроки». И в разделе «Цифровые датчики Z-сенсор» можно посмотреть видео о наклейке тензорезисторов. Саму схему измерения можно посмотреть также на нашем сайте в разделе «Возключение и формирование мостовых схем» и «Наша схема под номером 11». Здесь наглядно представлено расположение тензорезисторов. То, что они располагаются под углом 45 градусов относительно продольной оси вала, само подключение Z7111 и формула по расчету коэффициентов чувствительности данной схемы. Также на данной странице представлены формулы по измерению крутящего момента для сплошных и полых валов. Расчет коэффициентов для данного стенда представлен на экране. Для начала мы рассчитываем коэффициент чувствительности схемы. У нас он получился 0,5. Затем, так как у нас вал полый, на это стоит обратить внимание, так как здесь учитывается еще внутренний диаметр. И по формуле для полого коэффициент у нас получился 17,83. Этот коэффициент мы должны будем вбить в настройки Z7111 во вкладке «Тензорезистор». Также в настройках Z7111 необходимо выставить схему подключения полный мост, требуемую частоту обновления данных, метод расчета и единицы измерения. После наклейки «Тензорезисторов» у нас будет изначальное смещение, которое мы должны будем убрать. Во вкладке «Смещение» мы выбираем единицы измерения и нажимаем «Включить». У нас смещение выставилось в ноль. На данном стенде у нас есть шаговый двигатель и тормоз. Мы заранее знаем, что мы можем съедать момент в пол ньютона. Теперь мы можем проверить наши расчеты с практикой. Для этого можем перейти в программную канальную осциллограф, на котором будет видно само напряжение. Выставим диапазон побольше и автомасштаб. Включаем тормоз и создаем момент в пол ньютона. Видим, что теория совпала с практикой. Также можем посмотреть записанные тренды с помощью Z7173. Для этого нам нужно подключить Z7173 по USB. После подключения Z7173 у нас откроется программа конвертации. Сконвертируем все файлы, которые есть на флешке. Откроем тренды. Выберем 71.11 и последний час. После нахождения нашего графика, последнего, мы также можем наблюдать то, что изначальное смещение у нас было 0, и после создания деформации мы видим пол ньютона. Все, спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...